Добрый день! Это ежедневный обзор главных новостей из мира блокчейна и криптовалют за прошедшие сутки. Основатель Ethereum Виталик Бутерин предостерег инвесторов о существующих на криптовалютном рынке рисках и посоветовал им не вкладывать все свои сбережения в новый класс активов. Цитирую. Криптовалюты являются новым, сверхволатильным классом активов, цены могут в любой момент обвалиться, вплоть до нулевых отметок. Не инвестируйте в эту сферу больше, чем готовы потерять. Для сохранения ваших сбережений традиционные активы все еще являются наиболее надежными. Бутерин не впервые указывает на одержимость сообщества получением прибыли на рынке криптовалют, поскольку это, по его мнению, не способствует достижению чего-то действительно значимого для индустрии. Банковский гигант США подал заявки на самое большое количество связанных с криптовалютой патентов, чем какая-либо другая компания, согласно отчету на сайте Bitcoin Parent Report. С 2008 года Банком Америки было подано в общей сложности более 45 заявок на оформление таких патентов. Наиболее известные компании, также подавшие большое количество заявок на патенты в этом секторе, это CoinPlug, Alibaba, IBM и MasterCard. Общее число криптовалютных хедж-фондов увеличилось до рекордных 226. В начале 2017 года их число составляло лишь 37. Совокупная стоимость активов под управлением криптовалютных фондов составляет приблизительно от 3,5 млрд до 5 млрд долларов. А 9 криптовалютных фондов, под управлением которых находились активы на общую сумму 1 млрд долларов, продемонстрировали средний доход в 1500%. Qtom Foundation и сингапурская компания Space Chain Foundation объявили о партнерстве с целью запуска стандартизированных спутников-кубсатов, которые позволят пользователям Qtom добывать токены на устройствах Raspberry Pi. В Qtom Foundation считают, что алгоритм консенсуса Proof-of-Work является естественным барьером на пути массового использования многих криптовалют, поскольку он обуславливает крайне дорогостоящее содержание блокчейн-сетей. Более того, статус майнинговой индустрии во многих странах находится под вопросом из-за отсутствия нормативно-правовой базы. Сеть спутников-кубсатов, в свою очередь, позволит пользователям Qtom добывать токены на дешевых британских одноплатных компьютерах Raspberry Pi, что также решит и проблему колоссального потребления электроэнергии современным майнинговым оборудованием. Кроме того, размещение валидирующих нот в космосе значительно упростит регулирование сферы. Площадка TokenPay будет поддерживать цифровые токены Verge и T-Pay. В настоящий момент пользователи инструментальной платформы для мерчантов TokenPay могут выполнять быстрые и безопасные транзакции, требующие конфиденциальности. Также в первой версии продукта будет реализована поддержка обмена цифровой валютой биткоин на наличные денежные средства в реальном времени. В дальнейшем разработчики обещают выпустить дебетовую карту. А на биржу HitBTC добавят токены BPTN и X12. А завтра ожидаются следующие события. Bitcoin White – кошелек для iOS, Bitcoin Script – Hard Fork, Ambrosus – открытие центра коммуникации в Азии, PacCoin – запуск веб-сайта, Counterparty – Hard Fork. А на сегодня все. Каждый день мы собираем главные новости в одном месте, чтобы ты был в курсе подписывайся, айтюбер.